МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Продолжается прием и ратификация заявок на выбор депутатов Национального собрания Западной Армении в 2023 году. Арцах не может самостоятельно противостоять этому вызову. Должны действовать в международной норме Артак Пегларян. Сильвия Фернандес де Гурман придает большое значение распространению информации, образованию и компенсации для предотвращения новых геноцидов. Тайное христианство османской эпохи периода – Пантоса. Во время раскопок в Ване был обнаружен второй храм, построенный урарским царем Менуа. В Западной Армении Арви отмечают праздник месяца Гаха. Книга в артке сетаты Кяна «События и портреты» переведена на турецкий язык на онлайн-платформе. Как мы заявляли ранее, дан старт подачи заявок кандидатов на участие в выборах Третьего созыва Национального собрания Западной Армении, который состоится в декабре 2023 года. Представляем очередных кандидатов. Кайнет Атовасян – седьмой кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в кампании по парламентским выборам 2023 года. Бенямий Новонисиан – восьмой кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в кампании по парламентским выборам 2023 года. Симон Тарунян – девятый кандидат, обратившийся в избирательную комиссию парламента Западной Армении для участия в предвыборной кампании 2023 года. Арцах не может самостоятельно противостоять этому вызову, и здесь должны действовать международные нормы, сказал в беседе с радио Азатутем бывший защитник прав человека Арцаха, советник госминистра Арцаха Артак Бегларян, который в эти дни проводит бессрочную акцию протеста перед офисом ООН в Ереване, ожидая долгосрочных международных гарантий безопасности Арцаха. Подчеркнув, что между Арцахом и Азербайджаном существует дисбаланс вооруженных сил, Бегларян отметил, международные нормы для того, чтобы защищать слабых от сильных и агрессивных, от преступников на основе четких справедливых принципов. Мы не просим, мы требуем от международного сообщества, чтобы они защитили нас. Оно должно четко выполнить свою ответственность, это зафиксировано в принятых документах. Очевидно, что Азербайджан нарушает не трехстороннее заявление, Азербайджан в первую очередь нарушает международное и гуманитарное право человека. Арцах считается неотъемлемой частью Западной Армении, и Западная Армения глубоко обеспокоена происходящими событиями. Здесь должны действовать международные нормы, а в отношении оккупирующего Азербайджана должны быть применены санкции, но Восточная Армения также должна взять на себя свои обязанности по отношению к армянам Арцаха, защищать их и их территорию. Решение власти Еревана ничего не делать в плане безопасности оставляет очень серьезные последствия для повседневной жизни армянского населения. Председатель глобальной операции по предотвращению массовых преступлений Сильвия Фернандес де Гурмэнди в контексте предотвращения новых возможных геноцидов придает важность распространению информации о совершенных геноцидах образованию ответственности. Такую точку зрения Гурмэнди выразила в беседе с Арминпресс. В рамках проходящего веревания четвертого глобального форума против преступления геноцида «Излечение уроков из опыта, совершенных в прошлом геноцидов, чрезвычайно важно для предотвращения новых геноцидов», сказала Сильвия Фернандес де Гурмэнди. Говоря о геноциде армян и отрицании Турции, отметила «Думаю, в любой ситуации важно объяснить факты и распространить информацию о ней». Речь не об одной стране, это касается всего международного сообщества. Гурмэнди также подчеркнула важность компенсации за принесенные потери и жертвы. По ее словам, ответственность также чрезвычайно важна, которая может быть осуществлена как на национальном, так и на международном уровне. Западная Армения в большее вопрос о признании геноцидов придает важность вопросу компенсации, что означает возвращение на родину с короненными армянами, компенсацию материальных и культурных потерь. Президент Республики Западной Армении Армена Кабрабян в различных международных площадках всегда представляет эту точку зрения, дополненную пакетом фактов, собранных на протяжении десятилетий. В эпоху Османской империи периода Пантоса было много криптохристиан, исповедующих тайное христианство. Как имамы, они совершали намаз в деревенской мечети. Но почти во всех деревнях, внутри домов или в саду были тайные часовни, где жители исповедовали христианство, хороня своих умерших по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания. Люди имели как исламские, так и христианские имена. Причины, по которым они скрывали истинную религию, были следующими. Для них мусульман было установлено тяжелое налоговое бремя. Кроме этого, они не желали, чтобы их дети стали жертвами детских сборов. С этой проблемой можно ознакомиться в книге Йоргу Андреа Диса «Тайные христиане, затрагивающие население Черноморского региона в Османской период». Автор книги отмечает, что тайные христиане приняли ислам не только из страха, но и с целью воспользоваться преимуществами. Во время начавшихся в этом году раскопок на месте крепости Кирзут, построенной в Ване в период Араратского царства, были обнаружены еще один храм и мавзолей. Среди находок также были фрагменты керамики и металлические предметы. Раскопки были проведены при поддержке факультета литературы отдела археологии Иванского 100-летнего университета доктором Сабахаттина Эрдогана, губернаторства Мерадея администрации и Мерии. Из-за погодных условий раскопки продолжатся в следующем году. По словам Сабахаттина Эрдогана, во второй храм был обнаружен на территории, где ранее был обнаружен еще один храм. Мы считаем, что недавно обнаруженный храм был построен царем Менуа, рядом с которым мы обнаружили мавзолей, на территории которого находится большое количество керамики урарского периода. Этот мавзолей важен разнообразием находок. Среди них металлические предметы, личные вещи, принадлежащие умершим людям, а также керамические предметы, отметил он. Для жителей Западной Армении декабрь – самый священный месяц. Именно в это время отмечается праздник месяца Гаха. По словам Ари Ви Дер Сима, которые на протяжении тысячелетия оставались верными своей вере, описывают ее так. Истинный путь – декабрь – это 10-й месяц, это вера. Гаха начинается с 3-й недели декабря и длится до 1-й недели января. По убеждению Ари Ви Дер Сима, первый день месяца Гаха является первым днем зимнего сезона. В месяце Гаха соблюдается трехдневный пост. Целью поста является обеспечение защиты жизни и имущества людей в суровые зимние месяцы. В этом промежутке времени люди стараются по возможности не обижать друг друга. Самоочищение несет в себе важную символику в области Гаха. В рамках праздника проводится ряд обрядов, во время одного из которых в последний день года вареное пшено рассыпают в домах и сараях, также в источнике. Часть раздают домочадцам для еды. Также вода, взятая из источника, в первый день Нового года рассыпляется на внутренние и внешние стены дома. Последнюю неделю декабря в конце поста Гаха хозяйка дома совершает важный ритуал. Рано утром она разбрызгивает миску с водой, взятую из родника, по всему дому и хлебу, иногда добавляя соль к чистой воде. По ритуалу год бывает обильным, а дом защищен от сглаза. Книга в оркестр Татакяна «События и портреты» при поддержке Шаана Беника Минаяна переведена на турецкий язык литературного общественно-политического деятеля Советской Армении родом из Западной Армении. В своей книге Татакян описывает множество событий, произошедших в его окружении в Западной Армении и Малой Азии. Среди них важное место занимает геноцид Арминоцид. Содержание книги богато с гуманистической точки зрения. Народу Малой Азии рекомендуется прочитать эту книгу, из которой есть чему поучиться. Версия книги на турецком языке пока доступна на сайте Государственного телевидения Западной Армении, Веста на Армении ТВ. Веста на Армении ТВ продолжает доступно и бесплатно служить общественности. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА